В правительстве Приморского края состоялся цифровой день, организованный совместно со Сбербанком. В конференции приняли участие руководители Министерства региона. Специалисты дочерних и зависимых компаний ПАО Сбербанк рассказывали о трендах цифрового развития и внедрении IT-технологий в государственное управление и социальную сферу. Участники конференции обсудили глобальный тренд, цифровизацию экономики, а также познакомились с современными цифровыми сервисами экосистемы Сбербанка, опробованными в других регионах страны. У нас достаточно большой опыт взаимодействия с разными регионами. Внедряем какие-то простые продукты, которые именно помогают людям приблизиться к цифровизации. Как хороший пример – это внедрение программы «Амелия» в правительстве Магаданской области. Это цифровое управление с снабжением констоварами, обеспечение автомобильным транспортом. На Камчатке уже работает программа «Монитор мэра». Это контроль за деятельностью уборочной дорожной техники. Ряд инициатив, предложенных Сбербанком, уже внедряются в Приморье. Так, в 2019 году запущен и уже успешно реализуется совместный проект по автоматизации системы оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока. В планах запустить его в других крупных городах края. В октябре прошлого года с учреждениями здравоохранения заключено соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Намечена работа по цифровизации инфраструктуры городского хозяйства, кадров и образования, а также по цифровому госуправлению. Кроме этого, компания предлагает расширять формат сотрудничества и внедрять новые разработки. У нас уже есть наработки по искусственному интеллекту в медицине и использованию тех или иных решений, которые позволяют либо лучше диагностировать те или иные заболевания, а во-вторых, ускорять процесс заполнения медицинских карт. У нас есть определенные решения, которые, во-первых, повышают безопасность школ и институтов, а во-вторых, те или иные решения, которые способствуют безопасности расчета нашими детьми за продукты питания, за их комплексные обеды в школах и во всех учебных заведениях. Участники цифрового дня также обсудили, насколько край готов к внедрению IT-технологии. В первую очередь цифровая трансформация в регионе коснется социального блока вопросов, как самого востребованного и требующего простого технологичного подхода. Приморский край является лидером на Дальнем Востоке по цифровому развитию, но нам этого недостаточно. Мы действительно столица Дальнего Востока, и мы должны именно в управлении все технологии новые, все, что есть, внедрять для того, чтобы достигать конкретных целей. В первую очередь мы работаем для того, чтобы сделать жизнь приморцев удобнее, чтобы качество жизни повысилось и все наши проекты, они преследуют в первую очередь именно эту цель. На сегодняшний день новое поколение жителей предъявляет новые требования городской среде, удобству предоставления услуг, к функционированию транспорта, энергетики, здравоохранения, образования. Добавим цифровая трансформация – одно из ключевых направлений работы в рамках национального проекта «Цифровая экономика», реализуемого в рамках указа президента России Владимира Путина. Олег Завьялов, Дмитрий Белыместнов, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.